Молодежная политика в нашем районе реализуется в первую очередь с помощью ученических и студенческих самоуправлений, которые сумели собрать самых активных ребят. Они сами с радостью берут на себя ответственность и заряжают других ребят оптимизмом и желанием делать добрые дела. А это самое главное. Именно благодаря активистам жизнь славянской молодежи интересна и насыщена. Ребята, участвуя в работе самоуправлений, стараются решать доступные им вопросы, живут интересами коллектива, организуют и проводят самые разнообразные мероприятия. Они одновременно приобретают бесценный опыт, который очень пригодится им в жизни. Театральная площадь заполнилась сотнями ребят и девушек со всего района. Они собрались на слет ученических и студенческих самоуправлений. «Россия начинается с тебя 2024» под девизом «Будь первым, будь в движении». Люблю Россию мою родную, люблю Россию благородную, световую. Любить Россию имею право, люблю Россию, Россия слава. В этом году слет посвящен 100-летию Славянского района и Году семьи в России. Председатель совета района Григорий Литовко поддержал молодежных активистов в их важной и нужной работе. Эти ребята заслуживают самых добрых слов. Вот такие, честнеутверждающие, творческие ребята, они, конечно же, делают жизнь в своих поселениях, в городе. Они делают жизнь интересной, насыщенной, патриотичной. Каждый в своем уолке, где сегодня учится и проживает. Ребята, спасибо вам за это. Спасибо вам, что вы провели много на течение этого года мероприятий. По традиции юнормейцы возложили цветы к вечному огню в парке «40 лет победы». Наша молодежь чтит память героев Великой Отечественной войны. Лидеры и активисты 40 ученических и студенческих самоуправлений на торжественной линейке были награждены грамотами. Многие учащиеся уже в школьных стенах стараются проявить себя, найти дело по душе и действовать вместе с единомышленниками. У нас в школе активно работает ученическое самоуправление, проходят различные мероприятия, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь школьников более интересной, активной и насыщенной. У нас есть такие мероприятия, как соревнования за лучший казачий класс, также проходят традиционные мероприятия, такие как бал отличников за честь школы. Кипит студенческая жизнь в филиале Кубанского госуниверситета. Студенты, участвуя в самоуправлении, приобретают ценный опыт организаторской деятельности, творчески реализуют себя, находят настоящих друзей. У нас есть внешние и внутренние мероприятия. Внутренние – это различные выставки. У нас была выставка на тему семьи, потому что этот год посвящен семье. Концерты ко дню матери, к 8 марта, 23 февраля, ко дню учителя. Да, есть внешние мероприятия, мы во всяких конкурсах участвуем. Также вот сегодняшние мероприятия, наши студенты помогают ученикам походить квесты. Мы стараемся сделать студенческую жизнь самой прекрасной, самой активной, и чтобы все мы это запомнили. Волонтеры всегда на переднем крае. Они участвуют в благотворительных и патриотических акциях, помогают проводить мероприятия. Словом, они в гуще событий. Почти ни одно мероприятие в районе не проходит без наших волонтеров. У нас есть свой волонтерский отряд «Про добро», который зарегистрирован на сайте «Добро.ру» в волонтерском официальном. Мы имеем верификацию, можем выставлять часы верифицированные. Наш отряд насчитывает около 100 человек. Ребята сами добровольно приходят в наше волонтерское движение, потому что им действительно хочется помогать. Им хочется быть в центре событий, хочется как-то быть полезным городу, району и даже краю. Студенческое самоуправление – это большая и дружная команда, где каждый человек играет свою особенную роль. И все вместе они стараются сделать так, чтобы время студенчества было незабываемым. У нас есть спортивный клуб «Темп», который делает свой уклон на спортивные соревнования, где ребята очень много где участвуют, начиная от районных, заканчивая краевыми и всероссийскими соревнованиями. Также есть студенческий клуб «Юность». Студенческое самоуправление нацелено на то, чтобы прививать ребятам желание активно участвовать не только в стенах своего техникума, но и в общественных мероприятиях, которые по итогу помогают им развиться, помогают им как-то реализоваться и в какой-то даже степени себя найти. После линейки гости и участники слета посетили выставку по профориентации и достижениям славянских техникумов и филиала университета. В зале городского дома культуры состоялся концерт творческих коллективов и сольных исполнителей. Зрители поддерживали артистов горячими аплодисментами, а завершился слет квестом «Время молодых» и «Песнями под гитару». Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».